Диалог Минос не является платоновским, однако традиция уверяет нас об обратном. И Диагенлайерций, и Фросил помещают Минос среди наиболее важной категории диалогов, заявляя его эксплицитно политическим. Фросил и вовсе ставит Минос в последнюю тетралогию Платона наряду с законами и послезаконием. Ведь очевидно, что нельзя давать законы, не зная, что такое закон. Более того, этот диалог уникален, ибо это единственное сократическое произведение, в котором Сократ напрямую ставит этот вопрос и, что еще более важно, отвечает на него самостоятельно. И потому этот диалог нельзя игнорировать. Даже если он не написан Платоном, человек, который его написал, находится гораздо ближе к Платону, чем мы с вами. А о серьезности восприятия традиции мы еще поговорим сегодня, позднее. Диалог начинается с эксплицитного вопроса Сократа к безымянному товарищу. Что для нас закон? И товарищ, и Сократ – оба афиняне. И у афинян, конечно же, существует множество законов. Поэтому на свой вопрос Сократ получает вопрос в ответ. О каком именно законе Сократ спрашивает? В конце концов, Народное Собрание напринимало и еще напринимает немалое их количество. На что Сократ вынужден поправить собеседника. Несмотря на то, что законы различны, в чем-то они должны быть едины, чтобы быть законами, Сократ приводит два примера в качестве объяснения этой своей мысли. Это камень и золото. Золото всегда золото. Несмотря на то, много ли его или мало. И ценность его всегда одинаковая. Второй пример Сократа – это камень. Хотя камни максимально не похожи друг на друга. И у разных камней совершенно разная ценность. Алмаз точно не равен кремнию. Тем не менее, все камни – камни. Это подталкивает нас к вопросу о том, похож ли закон больше на золото или на камень. В любом случае, понимая мысль Сократа, товарищ поправляется. Давая первый свой ясный ответ на поставленный вопрос. И говоря, что закон – есть нечто узаконенное. Этот ответ не имеет большого смысла для Сократа. Ибо он не поясняет то, что Сократа волнует в данный конкретный момент. Он не отражает субъектность закона. Для того, чтобы вывести товарища на более четкий ответ, заставить его дать второе определение, Сократ указывает, что закон и узаконенное – это разные вещи. Точно так же, как слух и слышимое, или речь и сказанное. Слух – это способность. Речь – это способность. И более того, обе они принадлежат человеку как таковому. Некому субъекту. Товарищ соглашается с тем, что закон и узаконенное – это две разные вещи. Иными словами, то, что написано на бумаге, и то, что именно передает это написанное на бумаге, или от чего зависит это написанное на бумаге – это две разные вещи. Однако он не до конца понимает проблему. Поэтому Сократ продвигает его дальше. Если слышимое слышится благодаря слуху, а видимое видится благодаря зрению, то благодаря конкретно чему становится узаконенное узаконенным? Сократ пытается раскрыть свою мысль далее. Он намекает на то, что узаконенное является неким четким отражением действительности. Что закон – это некая человеческая способность, благодаря которой мы можем ясно познавать мир. Однако вместо того, чтобы сказать, что это некая способность, Сократ предлагает иное объяснение, говоря, что закон или искусство закона, можно забегая вперед сказать, царское или политическое искусство, походит в своем воплощении на врачебное искусство или, возможно, искусство прорицания. Каким-то образом и то, и другое, и третье отражает реальность или, по крайней мере, должно ясно отражать окружающую нас действительность. Услышав это, товарищ, наконец, понимает суть вопроса. Представление о законе как узаконенном подразумевает более серьезный вопрос о том, кто узаканивает и с помощью чего нечто становится узаконенным. Поэтому он дает новое определение. Закон есть уложение государства. То, что государство назовет законом, каким бы государство ни было, демократическим, тираническим, монархическим, олигархическим и будет законом. Однако это определение также оказывается сомнительным. В конце концов, бывают плохие уложения государства, но точно не бывает плохих законов. Ибо закон, как говорит Сократ, есть самая прекрасная вещь на свете. прекрасная или благородная, потому что закон позволяет сохранять государство. Но есть такие узаконенные вещи, которые скорее идут во вред ему, чем помогают. Товарищ соглашается, плохое уложение не может быть законом. И в этом смысле не всякое уложение государства есть закон. Не все, что государство называет законом, является таковым. Сократ делает шаг назад, подменяя слово уложение, догма, словом мнение, докса, давая тем самым промежуточное определение. Закон есть некое мнение. И так как мы уже определили, что всякий закон должен служить выживанию государства, мы предполагаем, что закон есть полезное для государства мнение. А полезное мнение всегда истинное мнение. В этом смысле Сократ начинает давать следующее определение закона, третье определение. Закон это поиск сущего. Ибо полезное мнение, как истинное мнение, предполагает как минимум поиск этой самой истины. Однако предложенное Сократом определение немедленно наталкивается на сопротивление со стороны безымянного товарища. Если закон действительно является поиском сущего, то почему разные люди в разное время пользуются разными законами? Почему законы изменяются во времени и пространстве? Сократ пытается вырваться из ситуации, сказав, что закон лишь поиск сущего, что людям не всегда удается обнаружить сущее. Однако товарищ не унимается, указывая на то, что в древние времена и до сих пор и среди греков, и среди варваров существуют самые чудовищные законы. законы о человеческих жертвоприношениях. Предложенное Сократом определение предполагает или указывает на необходимость существования всемирного государства, ибо различие между государствами будет полностью стерто, если в них будут абсолютно одинаковые законы. Сократ берется доказать, что закон должен быть таковым, неизменным и универсальным, предложив товарищу мысль о том, что несмотря на то, что законы разнятся и во времени и в пространстве, все-таки все люди всегда мысли о законе мыслят примерно об одном и том же. Его пример это тяжелое и легкое. Даже если, говорит Сократ, в разных государствах и в разных временах существуют разные меры весов, идея о том, что одна мера должна быть легче другой, существует универсально и во все времена. То же самое касается и идеи благородного и уродливого. А главное, и это последний или центральный будет лучше сказать тезис Сократа, идея существующего и несуществующего. Существующее признается существующим везде, говорит он, и никто не утверждает, что его не существует. И тот, кто прегрешает против бытия, прегрешает против общепринятого закона. Однако этот аргумент Сократа оказывается неубедительным. Ибо в отличие от веса то, что считается благородным в Персии, благородным, то есть воспользуемся метафорой веса тяжелым в Персии, считается уродливым или безродным, то есть легким в Греции. То, что считается безобразным или уродливым в Персии, наоборот, окажется прекрасным или благородным в Греции. И более того, когда Сократ говорит о том, что сущее везде признается сущим, а несуществующее несуществующим, он, естественно, забывает или опускает проблему богов. Боги, считающиеся существующими в Персии, не считаются существующими в Греции. И, соответственно, ровно наоборот. Поэтому, когда товарищ снова отталкивает аргументацию Сократа, Сократ принимает другую стратегию. До сих пор он двигался от общепринятых истин, от общего согласия. Теперь он попытается двигаться в своем рассуждении от согласия специалистов, профессионалов или знающих. Для этого он, кажется, опирается на то, что товарищ знает лучше всего на медицину, спрашивая того, читал ли он когда-нибудь сочинение о здоровье. И когда Сократ слышит ответ «Да, конечно», это позволяет ему развить следующую мысль. Все специалисты всегда едины в своих суждениях. Неважно, греки они или варвары, неважно, существуют ли они в далеком прошлом или в современности или в далеком будущем. И так как мнения специалистов представлены в их сочинениях, в том, что Сократ называет законами врачевания, получается, что, по крайней мере, относительно врачебного искусства, все законы являются валидными всегда и везде. То же самое, естественно, относится и ко всем другим специалистам. Сократ предлагает нам еще четыре типа таких законодателей. Помимо врачей, таковыми оказываются земледельцы, садовники, повара и политики. Однако сравнение политического или царского искусства с медициной подразумевает определенную аналогию. Так как медицина открывает сущее, и в этом смысле вневременное и внегеографическое сущее, а именно правду или истину о человеческом теле, которое всегда во все времена и везде остается одним и тем же, политическое искусство, чтобы походить на врачебное, также должно иметь собственный предмет, который был бы вечным, неизменным и повсеместным, вне зависимости от того, в каких конкретных условиях находятся конкретные люди. Иными словами, политическое искусство, как открытие сущего, политический закон, как закон, о котором говорит Сократ, мог бы существовать только в том случае, если бы существовала человеческая душа, которая остается вечной, неизменной и общей для всех людей. Однако, приводя примеры специалистов, а именно врачей, земледельцев, садовников, поваров и политиков или царей, Сократ невольно подталкивает нас к вопросу о том, к чему именно относятся их законы. Иными словами, существуют ли сочинения профессиональных земледельцев по земледелию? И если да, то все ли земледельцы или все ли садовники согласны с этими сочинениями? Но, что еще важнее, центральной проблемой здесь оказывается проблема повара. Ведь если врачи, земледельцы и садовники имеют дело с некой объективной реальностью, повара имеют дело с некой субъективной реальностью, они имеют дело со вкусом. Выражаясь яснее, поварское искусство точно никогда не может достигать истины, потому что дело поварского искусства это удовлетворение вкусов. Но вкусы людей не универсальны и не могут быть универсальны. Кроме того, это ставит два других больших вопроса. Во-первых, это вопрос о том, действительно ли специалисты никогда не спорят между собой, ответ на который Сократ косвенно укажет позднее. И второй большой вопрос. Если специалисты никогда не спорят между собой, возможно ли вообще какие-либо изменения в этих искусствах? Возможно ли эволюция этих искусств? Возможно ли приобретение нового знания внутри этих искусств? Ибо если оно возможно, то и врачи, и садовники, и земледельцы должны спорить между собой. Обязаны это делать. Они не могут спорить или не будут спорить между собой, только если никакой прогресс внутри их искусств невозможен. Только если все, что можно было открыть, все, чего можно было достичь, уже открыто и уже достигнуто. Так или иначе, Сократ продолжает развивать свою мысль. Специалистами в деле политики оказываются цари или политики, заметьте, это или, которые затем превращаются в царей или хороших людей. Цари и хорошие люди, как знатоки, полностью согласны между собой. И в этом случае они никогда не могут между собой спорить или менять существующие законы. Те же, кто собираются это сделать, говорит Сократ, должны быть объявлены невеждами. И как невежды, то, что они делают, не может быть названо законом. В этом смысле Сократ имплицитно меняет определение закона на финальное. Но перед тем, как дать это финальное определение, он дает еще одно, говоря, что то, что люди называют законами, это сочинение царей или хороших мужей. Тогда, как то, что на самом деле является законами, это ни в коем случае не сочинение. Иными словами, люди думают, что закон это нечто написанное царем или политиком. То есть то, что эссенциально создано человеком. В то время, как на самом деле закон есть нечто над человеческое. То, что создано человеком, может быть изменено человеком, но подлинный закон измениться не может. В этом смысле Сократ дает последнее определение закона. Закон есть не поиск сущего, но нахождение сущего. Однако это определение порождает несколько проблем. Первая из них заключается в том, что такие законы уже должны быть обнаружены. Иначе любой, кто попытается изменить существующие законы, как открытие сущего, на новые законы, как открытие сущего, окажется, как было уже сказано, невеждой. И вместо того, чтобы дать правильные законы, он даст лишь беззаконие. Это указывает нам на более широкую проблему, на проблему знания. Как отличить подлинное знание от ложного или будет правильней сказать, если отличить подлинное знание, подлинный закон, от ложного закона, может только знаток, то как всем остальным понять, кто знаток, а кто нет? Предположительный ответ на этот вопрос заключается в том, что гарантировать знание одного может только знание другого. Однако этот ответ сам порождает проблему бесконечной рекурсии знатоков. эта трудность, как кажется, и не позволяет Сократу остановить диалог. Иными словами, несмотря на то, что минус это тот редкий, если не сказать, уникальный диалог, в котором мы находим ответ на первоначальный вопрос, более того, этот ответ дан самим Сократом, тем не менее, когда этот ответ дан, диалог по какой-то причине не заканчивается. Кажется, эта причина заключается как раз-таки в проблеме представления о том, что гарантировать, что то, что записано на бумаге, является подлинным законом, может только тот, кто обладает знанием. И тем не менее, гарантировать, что человек, называющий себя знанием, им обладает, может только другой знающий. Иными словами, если мы на этом остановимся, мы всегда будем брести в потемках. Поэтому Сократ собирается продолжить диалог и решить эту проблему. Формально продолжение диалога складывается не из-за этого, но из-за того, что Сократ, назвав несколько видов законов, а именно врачебные законы, земледельческие законы, садовнические законы, поварские законы, не выделил специфический предмет политических законов. Поэтому он берется сначала выделить функции других законов, не политических. И его примеры, это снова земледелец, это новый пример музыканта, флейтиста и кефариста, это пример учителя гимнастики, и это пример пастуха. Земледелец законодательствует над посевом, музыкант над флейтой или кефарой, учитель гимнастики над телами людей, пастух над скотом, царь над человеческими душами. Это перечисление на первый взгляд кажется простым восхождением, однако в линии земледелец, музыкант, учитель гимнастики, пастух, царь есть несколько проблем. Первая проблема заключается в том, что хотя земледелец, учитель гимнастики, пастух и царь управляют живыми существами, причем, как вы видите, живыми существами в некой иерархии от семян к телам людей, телам животных, к душам людей. Музыкант не имеет отношения к чему-то живому. Флейта и кефара, и я продолжаю повторять эти два слова, потому что они будут иметь огромное значение через несколько мгновений, не являются живыми. Они изобретены, они искусственны. И в этом смысле кажется, законы флейтиста и кефариста точно не могут быть отражением некой истины, некой объективной действительности. Эта проблема будет решена чуть позже, когда мы услышим, что музыка имеет прямое отношение к человеческой душе. Иными словами, музыка не является изобретенной, или строго говоря, изобретенной. Это поставит свою новую проблему, ведь получится, что законы для человеческой души пишет не только царь, но и музыкант. Но эту проблему мы пока отложим. Вторая большая проблема заключается в том, ради чего эти специалисты занимаются своим искусством. Или, выражаясь яснее, кто именно является бенефициаром их труда. В конце концов, земледелец отбирает и сажает семена в соответствии с законами земледелия не ради семян. Пастух законодательствует над своим стадом не ради коров. Музыкант использует музыкальные инструменты не ради музыкальных инструментов. Значит ли это, что царь, дело которого законодательствовать над человеческими душами, на самом деле не делает этого ради этих самых душ? Как бы то ни было, Сократ спрашивает товарища то, о чем тот не знает. А именно он задает ему вопрос о флейте. Чьи законы древнейшие, когда речь идет о флейте? И когда товарищ обнажает свое незнание, Сократ говорит, что это Марсий. И, я не устану это повторять, это проблема. Это проблема, которая ясно отражена автором в вопросе о кефористе и флейтисте. Если Марсий это лучший флейтист, то кто лучший кефорист? Будет лучше сказать, помните ли вы, что специалисты не спорят друг с другом? А теперь вспомните, какой самый известный спор между флейтистом и кефористом? И чем этот спор заканчивается? Товарищ не помнит, а наверняка и не знает, но мы с вами и Сократ помнит это прекрасно. Сатир Марсий самый великий флейтист, но бог Аполлон самый великий кефорист. И в споре между сатиром Марсием и богом Аполлоном побеждает бог Аполлон. И за это Аполлон снимает с Марси шкуру. Получается, что даже божественные специалисты спорят между собой. И эти споры не заканчиваются хорошо. Однако для Сократа сейчас важно не это. Для Сократа сейчас важно другое. Он повторяет второй раз слово душа, утверждая, что так как музыка имеет отношение к душам. Та музыка истина, что трогает души. Мы подразумеваем, что тот закон истинен, что трогает души людей. Но он также указывает, что музыка, которая трогает души, именно потому, что она истина, является божественной. В смысле является вне временной. Таким образом, Сократ, кажется, предлагает нам решить проблему рекурсии специалистов, проблему рекурсии знающих, указывающих друг на друга. Подлинный закон обнаруживается незнающим. Подлинный закон обнаруживается временем. Чем дольше закон существует, тем больше шансов, что этот закон истинен. Это означает, что для нас, как не для специалистов, как для незнающих, нет необходимости искать знающего. Достаточно просто спросить себя, какой закон действует дольше всех, какой закон продолжает существовать с самых древних времен и до сих пор. Однако, когда Сократ задает товарищу вопрос, а какой именно закон из существующих самый древний, товарищ не знает ответа на этот вопрос, он задает свой. Не о законах ли спартанцев идет речь? И Сократ отвергает это. Законы спартанцев молодые, они существуют всего 300 лет. Древнейший закон это закон Крита. Однако, хотя товарищ и соглашается с тем, что древнейший закон принадлежит критянам, и что древнейший законодатель, законы которого существуют до сих пор, это царь Минос, тем не менее, товарищ не уверен, что это правильная линия рассуждения, ибо Минос это дикий, жестокий и несправедливый человек. Иными словами, та же самая традиция, которая уверяет нас, что законы Крита древнейшие, уверяет нас, что их создатель является несправедливым. И здесь мы впервые, на самом деле, во второй раз, слышим слово справедливость в соединении с законом. Диалог находится во второй своей половине, он подходит к концу, и тем не менее, еще ни разу слово справедливость не соединялось со словом закон. И более того, в определении закона не было никакого намека на справедливость. Сократ пытается парировать утверждение товарища о том, что Минос был несправедлив, говоря впервые, я это подчеркиваю, что такое справедливость на примере благочестия. Нечестие, говорит он, ругать хороших людей, а хвалить плохих. Благочестие же заключается в том, чтобы хвалить хороших и ругать плохих. Справедливость в этом смысле кажется, предполагает необходимость разделять или уметь разделять хороших и плохих людей. В конце концов, самое благочестивое это хороший человек, а самое ужасное, самое нечестивое это плохой человек. И потому Сократ берется доказать, что Минос хороший человек. Правда, доказать это он может только на основе традиции. В этом смысле мы снова сталкиваемся с проблемой. Самые древние законы являются самыми лучшими. Но для того, чтобы найти или обнаружить самые древние законы, мы должны поверить традиции. той самой традиции, которая уверяет нас, что создатель этих законов является несправедливым и диким человеком. Поэтому мы должны понять, какой традиции верить из двух противоречащих друг другу. Ответ Сократа, кажется, звучит так. Наиболее авторитетной традиции. Его случай это Гомер Эгисиот. Правда, это требует постановки отдельного вопроса. А как отличить авторитетную или наиболее авторитетную традицию? Ибо многие люди называют Мина со злодеем, но многие же называют Гомера главным греческим поэтом. Сократ игнорирует эту проблему, обращаясь к вопросу связи людей и богов, пытаясь доказать, что Минас это хороший человек. В пользу своей позиции Сократ приводит пять аргументов. Минас сын Зевса. Зевс как мудрец или софист обучил Минаса своему искусству, софистике, искусству мудрости. Минас является судьей в загробном мире. И в этом смысле он обязан быть справедлив. Минас поступал в соответствии с собственным знанием. И, наконец, главное, законы Минаса привели кретян к счастью. Впервые здесь мы слышим это слово. И, слыша его, мы, наконец-то, снимаем проблему традиции. Хороший или истинный закон – это не тот, который гарантирован знающим царем. Это не тот, который продержался тысячелетия или каким-то образом дошел до нас как древнейший через традицию, через сомнительную традицию. Хороший закон – это тот, что делает своих граждан счастливыми. Только это является доказательством правильности или божественности закона. Однако, если мы согласимся с этой точкой зрения, то есть, если мы согласимся с тем, что законы Минаса действительно сделали кретян счастливыми, а их копирование сделало счастливыми еще и лакидимонян, которые во многом позаимствовали законы Крита, это автоматом предполагает, что больше ничьи законы, например, афинян, не являются отражением действительности, не постигают сущие. А раз они не постигают сущие, они не являются настоящими законами. В свою очередь, это поднимает другой вопрос. Если подлинные или истинные законы уже открыты, почему они до сих пор не стали универсальными, или, выражаясь яснее, почему люди упорствуют в своем незнании. Для товарища, ровно как и для Сократа, этот вопрос выражается в существовании плохой репутации Миноса. Если Минос хороший человек, а я напоминаю вам, когда вы неправильно, несправедливо оцениваете хорошего или божественного человека, вы богохульствуете. Так вот, если Минос хороший человек, почему афиняне сохранили о нем славу как о жестоком и диком, то есть не цивилизованном правителе? Ответ Сократа простой. Дело в том, что Минос когда-то воевал и победил Афины, заставив афинян платить дань. Слава Миноса как жестокого человека, подразумевает Сократ, исходит из лжи. Афиняне плохие люди, которые справедливо были наказаны справедливым человеком и за это возненавидев его, оболгали. Однако это ставит новую трудность. Ведь дань, которую Минос наложил на Афинян после победы над ними это дань юношами и девушками. Иными словами, Минос занимался человеческими жертвоприношениями. Не хочет же Сократ сказать, что лучшие законы законы Миноса, законы, которые, как говорил нам товарищ, в некоторых частях Персии и даже Греции сохранились до сих пор. Это законы о человеческих жертвоприношениях. Неужели счастливыми делают людей законы, которые предполагают убийство людей? Как бы то ни было, мы оставляем этот вопрос и возвращаемся назад. Сократ, рассказывая нам про Миноса, зачем-то проводит разницу между Миносом и его братом Рамадантом. Рамадант отличается от Миноса тем, что хотя Минос был диалектически обучен Зевсом, Рамадант был обучен Миносом. Хотя Минос был обучен мудрости и справедливости, Рамадант был обучен только справедливости. В этом смысле кажется, что мудрый и справедливый, то есть Минос, не равен просто справедливому, что он стоит выше. И одновременно вместе с тем это показывает, что справедливость свободна от мудрости. И в этом смысле справедливость возможна без знания. Когда товарищ признает превосходство Миноса, Сократ задает ему последний вопрос, говоря, что если учитель гимнастики делает человеческое тело лучше с помощью упражнений и питания, то с помощью чего делает царь лучше человеческую душу? Товарищ не знает ответа на этот вопрос, но Сократ подразумевает естественно, что пища и упражнения для человеческой души это естественно знания. В таком случае царь, подлинный царь, делает граждан счастливыми не с помощью законов, а с помощью обучения. Это напоминает нам о двух вещах одновременно. Во-первых, о том, как Минос стал царем, будучи диалектически обучаемым Зевсом. И с другой стороны, о том, что делает сам Сократ. Подлинная политика, подлинное царское искусство не выглядит как написание законов. Подлинное царское искусство выглядит как беседа. И в этом смысле только Сократ является подлинным практиком этого искусства. Продолжение следует...